Всем привет! Сегодня мы поиграем в игру Мастер Блефа. Кто из нас лжет? Игра подходит для игроков от 8 лет. В нее могут играть от 3 до 5 человек. Одна игра длится около 20 минут. Она тренирует самоконтроль и стратегическое мышление. В комплекте 48 карточек с иллюстрациями и 5 обменных жетонов. Рассказываем, как играть. Каждому игроку выдается жетон для обмена. Старший участник тасует колоду карты и раздает их поровну всем игрокам, так чтобы остальные не видели попавшиеся карты. Игрок, сидящий слева от ведущего, начинает раунд. Он выбирает одну или несколько одинаковых карт среди своих, которые будет скидывать. Игрок может соврать о том, какую именно карту он выбрал. Следующий игрок должен сказать, что скидывает такую же карту. При этом он может блефовать и скинуть другие карты. В нашем случае игроки не врут. Первый сбрасывает одну ведьму. Следующий игрок сбрасывает двух ведьм. А вот другой игрок решил соврать. Он объявляет трех ведьм, но кладет одну отличающуюся карту. Во время игры любой из игроков может объявить соперника лжецом и потребует проверить карты. В этом случае игрок блефовал и поэтому должен забрать все свои карты обратно. Если игрок не блефует, то человек, который его в этом обвинил, наказывается. Теперь уже ему придется забрать сброшенные карты. Также игроки могут использовать обменный жетон, когда настанет их ход. С его помощью можно изменить тип карты, которую нужно сбросить. Игрок выкидывает трех джокеров. Следующий игрок кладет на стол двух джокеров. Игра продолжается. Победителем становится тот, кто первым избавится от всех своих карт. Отлично! Теперь вы готовы сыграть в мастера блефа и открыть для себя еще множество других игр для тренировки ума. Людик. Игры для активных умов. Игрок в мастера дела. Продолжение следует...